сегодня у нас гостях юрий иванов заслуженный артист россии профессор консерватории и концертмейстер группы тромбонов уральского симфонического оркестра привет всем привет ну вот остальное он уже сам про себя расскажет тут уже какие регалии вспомнил он человек у нас видны и заслуженный тут всего и не упомнишь очень хотелось бы узнать ты из музыкальной семьи я вот этот вопрос задаю всем как бы хочется понять на наш инструмент идут по каким-то семейным предрасположенностям папа тромбонист давай как у меня там тромбон папа я хочу саксофон семья у меня самая обыкновенная музыканта в семье не было я первый получилось все это случайно когда мне было 9 лет я учился во втором классе к нам школу пришел геннадий николаевич николаев такую который вел детский оркестр музыкальной школе и начал агитировать спрашивать кто хочет я записался пришел проверили вроде бы слух есть приняли но вот из девяти лет как бы все и закрутилась нет я начинал на трубе на трубе где-то годика полтора я посвятил этому инструменту очень люблю кстати трубу вот и просто неплохо кстати получалось но силу разных причин через где-то примерно на второй год обучения друг наступил потолок некий том числе и самое главное вернее в регистре да вот то есть вдруг перестал развиваться вверх регистр и мне предложили перейти на баритон я был невысокого роста тогда еще и сейчас то не очень вот и на самом деле а вот на баритоне видимо оказался мой инструмент первых ничего не пришлось переучивать да тот же самый ключ тоже сама аппликатура только ну штучок другой ну да вот и стало хорошо получаться и где-то примерно лет в 13 около 13 я взял тромбон нормально вот такая вот начальная история скажем а ты сам то или тромбон да я я свердловска тогда он свердловском назывался родился свердловский да и учился естественно тоже там да я закончил музыкальную школу потом музыкальное училище я ехал москву закончил военно-музыкальное училище потом отслужил два года в армии и поступил в девяностом году московскую консерваторию камамеду мирзовичу зиналову профессору московская консерватория вот круто интересно было бы от тебя услышать эти моменты студенческих случаев жизни много было можно при желании книжку написать не одну наверно как и любому что у любого из нас вообще студенческая жизнь интересно да там один из таких самых интересных моментов было то когда я учился на первом курсе москву приехал чикасский симфонический оркестр и два тромбониста оттуда это вот чарльз вернон и майкл молкехи они любезно согласились провести мастер-класс позаниматься со студентами консерватории и конечно очень-то очень много открылось тогда неизвестного скажем так о чем мы даже мы и подозревать не могли вот ничего не скрывали действительно для меня например было вот очень интересно такой такой момент когда вернон брал он послушал нас там у меня харламова андрея там еще там какие-то там ребята не помню сейчас уже няньки на сашу там взял у нас собрал наше произведение ноты и сыграл сначала на бас тромбоне потом на теноровом тромбоне потом взял альтромбон на альтовом тромбоне для меня было удивительно мне казалось что вот это разделение да она настолько узкая что невозможно сочетать и тогда я понял уже что спокойно можно в общем-то как-то это и совмещать они вообще конечно уникальные ребята слушаем вам очень повезло в те времена это еще посчитай только железный занавес этот или он еще стоял я чуть не понимаю мы то не вы это уже вот это уже как раз это уже перестройка там она началась там в конце восьмидесятых вот тут уже первые первые такие ребята потому что я еще когда в училище учился вот первый оркестр насколько я помню к нам приехал это из лондона оркестр по-моему bbc лондонский это вот первый такой после начала перестройки ну конечно и до этого приезжали там но это а здесь уже вот так вот когда я попал на концерт большой зал консерватории вот такого уровня оркестрами чем-то было интересно вот и для нас это конечно было сейчас сейчас к счастью к счастью то есть это все практикуется и мастер-классы и студенты могут поехать и к нам приглашают до разных мастеров вот а тогда это было вот наверное такой первый опыт слушай а скажи пожалуйста вот чем отлилась что они там рассказывали тогда и чем чем те так поразило отличается ли от информации сейчас которую они говорят вот ну какие-то моменты делают запомнил так что ну конечно я думаю что ты из того что они говорили я иногда и сейчас можно сказать до сих пор еще что-то вспоминаю какие-то советы потому что ну на мой взгляд это бесценно единственное что что меня не могу сказать что прямо что такое особенно потому что все всегда студенты же ждут формулу да скажи мне педагог формулу что вы заиграете все да на самом деле же такого не существует чем лучше работает у студента голова чем он для себя может какую-то информацию почерпнуть из того что ему говорит там мастер тогда и больше толка в общем-то получается а мне что запомнилось ну во первых как держать инструмент постановка да тоже вернон говорил что ни в коем случае там нельзя играть раструк в пол держать да там наверное сейчас это как бы может быть смешно звучит а тогда ведь об этом даже не задумались на самом деле не задумывались честное слово как как удобно так и держал на самом деле есть какие-то в общем-то определенные правила которые тебе помогают раскрытому легкие твои до чтобы не зажимались там открыть горло то такие моменты там что они говорили про звуковедение в общем то все что не говорили сейчас это во всем доступе есть то есть и можно и пройти по чипа читать где-то найти и поговорить там посоветоваться с кем-то а тогда же не было ни интернета никакой литературы все это было закрыто закрытая информация и злова что сейчас так вот это доступно вообще другой век век когда вообще можешь узнать любую информацию вдоль и секунды кстати кстати насчет вот это открытости закрытости на мой взгляд почему существовали какие-то вот такие школы да там ну американская школа там московская школа ленинградская школа потому что опять же информация была внутри да вот города она особо наружу там не выходила а сейчас все перемешалось согласен конечно сейчас раньше получалось что где они варились во франции там или где-то туда куда-то поехал кто-то кому-то рассказал раньше как письмами все это дело передавалось в книгах я так понял что и издали первые французы школу для тромбона не у немцев у немцев было в общем то такая своеобразная школа очень такая старая ну да потому что тогда не было такого глобального гастролик люди наверняка в основном узнавали ли кто-то ехал учиться поэтому и ездили там и во франции в англии в америке получится и самое лучшее взяли и поехали это у нас такого кто во что гораст так и учили получается у нас даже внутри россии то в принципе были настолько ну разные школы как бы даже внутри страны такого прям общения как мне кажется и не было вот юра вас оркестр такой уникальный у вас очень классно поставлена покупка инструментов я слышал что частенько вам меняют инструментарий ты имел возможность поиграть на различных инструментах как как никто наверное ну может быть только большой театр мариинка могут конкурировать с вами сейчас что каждый там несколько пять лет вам покупают те столько оркестр кориензиса ну у нас молодой оркестр 2 купили это первые еще не сносились их пришлось вернуть в пермский театр оперы и балета который покупал эти инструменты хотя в принципе надо сказать так что вот эти трое инструменты они у нас были больше пяти лет шести я вернул как новый никаких проблем то есть конечно какие-то кодки по кулись это все управлялась но то что касается там паек покрытие но вообще все идеально ничего не сгнило понятно что я ухаживал за этим делом но вот вернул прям самому приятно думаю надо живут все-таки немцы а сейчас шаерс этот который мне купили меньше года назад уже пошли точки на раструбе они налога по красочное покрытие не дают никакой гарантии такие вот молодцы но я понял твой вопрос да я тебе расскажу про то как обеспечивается инструментами наш оркестр значит не хочу сильно хвалить но в принципе у нас очень хорош директор филармонии в чем-то система отношений на и построена так он свое время ездил в чикаго на учебу в конце восьмидесятых и очень много оттуда взял на и перенес в общем-то модель построения филармонии к нам сюда вот он самый главный то есть он как менеджер который который решает все конечно него там по всем направлениям много заместителей все не буду рассказывать но в какой-то момент или мы подсказали подсказал тот или что что невозможно добиться качества без хорошего инструментария он поставил задачу чтобы в оркестре были самые лучшие инструменты вот и с этого все и в общем то и пошло то есть я все время на ямахе 2 6 там еще что то вот потом значит когда нам сказали что давайте покупать инструменты мало тогда еще что знали но это было я в оркестр поступил девяносто четвертом году и вот где-то в девяносто пятом девяносто шестом вот первый раз зашел разговор о покупке каких-то качественных инструментов знали мы мало ну решили заказать бахи байки стаирами традиционной мечта куда традиционно да в общем то там скажем так ну мечта мечта советского человека скажется вот мы значит сделали заказ прямо на фирму и где-то полгода нам их делали то есть не просто так уж как вот сейчас давно купили что-то нам конкретно их исполняли то есть эти инструменты это 6 месяцев прислали вот я до сих пор кстати у меня этот бак до сих пор живой я как-то тебе помнишь предлагал когда-то без инструмента был то есть у меня лежит в полном порядке единственно что у меня было было с ним проблема тоже мне пришлось лак с кулисы снять потому что красные точки пошли под лаком я испугался что вдруг насквозь то все сгниет и вот и пришлось снять лак вот ну что было интересно буквально через год ко мне подходит лица николаевич колотурский так зовут нашего директора и готюра есть деньги давай купим тромбоны инструменты я буду вроде там год назад купили новую там принципе все в порядке нет давай вот ищи игра какие что-то что вы на что у вас есть деньги он любые вот какие ты хочешь давай вот такие и покупать вот тогда даже мы начали звонить знакомым по моему в том ты тогда мы выносим виски то ты там о кищенко работали вам звонили там и вот тогда по моему ты ты посоветовал что давай вот тайны олань там фирма или волк володя да такие замечательные инструменты там все а вы по моему уже их тогда купили да там себе играли и в действительности в те годы по сравнению с бахами и и тем что мы видели в магазинах это было ну как бы лучше это был писк такой прямо вот когда-то немецкое качество кстати тайна вот я его продавал тоже сколько достаточно много лет назад и пользовался им там больше шестились восьми лет на может даже 10 и он был в отличном состоянии то что касается исполнения у них конечно супер там я уже потом обнаружил какие-то вещи которые мне не очень нравились в оркестре но ну да я с тобой согласен согласен и вот и вот тогда вот мы просто списались с ними и были на гастроли где-то бельгии по моему и у нас там был там концерт и на следующий день выходной день и и вдруг в день концерта приезжают два брата макс и хайнри с полным набором в багажнике всех своих инструментов даже а вот как конструктор да они этот привезли и вот на следующий день после концерта посвятили в общем-то сочинению инструмента каждый там меняли раз труб что но в итоге мы там все равно они нам тогда привезли эти g-модель вот это джоман модель как у тебя было вот мы очень-то там выбрали и общем то я достаточно долго на нем проиграл на этом инструменте и меня мне было действительно после баха вот это качество конечно исполнение потому что все ручками сделано каждая паечка там лаковое покрытие изумительного сколько им лет уже они до сих пор лак нигде не полез это удивительно да скажем так есть на что потом вдруг перестала устраивать на мой взгляд тонковатый металл у него на раструбе и поэтому когда играешь в оркестре такие вещи как шестаковича и вот но такого до плана зене когда много форта много игры вдруг становится тяжело контролировать строй он просто ползти начинает ну наверно ты тоже замечал да 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 и поэтому вот после этого как как бы пришлось задуматься о смене инструмента там да вот и тогда я уже просто поехал времен и заказал себе свой инструмент сам купил на базе и не весал 2 достаточно плотными тоже то я к нему ну потому что как бы уже был опыт с ним работы потом мы ведь туда еще каждые два года возили инструменты на профилактику кстати очень важный момент что продлить жизнь инструменту до обязательно это надо делать чистить там его менять какие-то вещи там как как и автомобиль скажем так техобслуживание надо проходить до в этом плане тотально молодцы они много лет обслуживали наши инструменты бесплатно скажем так каждые ваши за деньги мы там за эти деньги да мы там появлялись они делали ремонт но когда они узнали что мы заказали трою они нам так шарахнули по цене оркестр конечно рассчитывался но было так скажем удивление неожиданный момент вот вообще классные гудки но в россии я бы их использовал баба по большей степени для сольной практики потому что с фоной они великолепно звучат с фортепиано я хотел сказать а для оркестра просто у нас настолько используется скажем нюансы которые не выдерживают эти инструменты то есть немцы так громко не играют никогда у них есть если есть два форты три форты если вам мало он скажет ах вам мало ну давай позовем там шульца садись и они вдвоем будут играть он громче играть не будет он скажет это вот мое максимум а мы сейчас единственное хорошо что он не треснул просто ни разу и записи записи старые караяна где на симфониях чайковского вместо двух сидит четыре трубы на каждую партию по два не стесняются этого делать потому что они в принципе люди берегу здоровья и музыканты знают что ну дальше нельзя у нас весь широкий русский звук мы можем можем мой может один человек играть как шестеро но недолго ну вот значит если гораздо дальше рассказывать про историю значит на чем на том что мы сейчас играем на чем в оркестре да вот я считаю что вот universal трое в этот тайн universal в принципе это уже такой ближе к американскому инструменту америка не в общем-то и и по толщине металла и вообще это по форме по своей то есть он уже похож на американский инструмент поэтому где-то вот я тоже вот это было я лет пять назад себе или 6 его купил и в общем-то работал в оркестре на нем на своем инструменте чем-то единственно может быть он излишне ярковат был потому что я взял желтый раструб желтая кулиса он достаточно яркий инструмент может быть где-то он чуть-чуть выделялся ну вот и потом значит опять зашла речь о том о новых инструментах вот опять какая-то прошла информация что есть вот такие хорошие инструменты мастер ханс кромот тоже немец мы поехали всей группой к нему попробовали остались довольны и сделали заказ и в общем то вот уже второй год мы на них играем и инструмент раскрывается скажем так чем дальше тем интересней потому что поначалу когда он пришел мне показалось что-то что-то какие-то там вот есть у него секретики а потом начал раскрываться 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 и сейчас я просто не нарадуюсь и и в общем то дело дошло до того что я решил поменять свой собственный инструмент то есть я решил продать тайн из и заказал промо то для себя инструмент вот это вот это что касается того на чем на чем мы играли играем в оркестре а вообще тема конечно такая скажем бесконечная потому что сейчас настолько прогресс ушел вперед что на мне кажется что выбор настолько богат что здесь главное не ошибиться не ошибиться главное но выбор огромный а совет который я могу дать даже тот же бак да но любой там американский инструмент эдвард шарс там замечательный замечательный инструмент вопросов нет никаких но лучше тоже приехать туда на фирму и чтобы сделали тромбон для тебя что ты мог попробовать потому что какие-то маленькие детальки да все равно возможно изменить для си под себя для себя потому что ты хочешь и тогда будет я думаю по-другому игра можно пока я это не зовут вот вы когда выбираете инструменты вам оркестр оплачивать что вы едете и выбираете себе инструменты под себя или вот конкретно скрома там было как мы просто но были в германии на гастролях у нас где-то был концерт в каком-то городе через день должен был берлине быть концерт и один день свободный и в этот день мы просто из того города где был концерт я сейчас не помню а с м с м по моему вот мы сели на поезд приехали в гамбург там нас он встретил привез к себе мастерскую все нам оплатила филармония билеты там на этот на поезд там все это как бы да вот мы там день с ним поработали и также сели на поезд у нас отвез и мы уехали в берлин кроме от вообще такая персона очень хороший человек мы тоже приезжали выбирали володя кищенко у нас купил бастромбон тоже у него очень доволен очень классный гудок мы к сожалению жераром почему-то в тот момент не смогли на себя для себя найти полного соответствия того что мы чувствуем то есть у него не было как я думаю что в этом ничего страшного нет это нормально не да нет ли он не было всех запчастей которые мы скажем так немножко он не подготовился к нашему приезду потому что мы приехали спонтанно мы позвонили скале мы там через два дня будем у тебя ну приезжайте ну вот у меня вот не все есть и соответственно мы не все размеры раструбов могли попробовать там кранец допустим есть широкий есть половина есть маленький вот только широкий в распоряжении и нам было чуть тяжеловато но хотя если честно вот я сравнивал жерар как вот он играл на трое на своей старой и на кромоте вообще просто звучало другое у меня даже есть там где-то обзор этих кромотов и на записи слышно что уже звучит здорово но он говорит мне очень тяжело играть по сравнению с трое то есть вот горит я на трое могу легко на форты выходить а кромот он держит но при этом он прекрасно держит в большие нюансы то есть там можно прямо как в бах хороших и хэй фигачить и он держит вообще даже на вот как сказать на расслоение или какой-то там как обычно бывает а там он понимаешь он давно в этом плане очень похож на вот эти на американцев и сколько не даешь а он тебе отвечает и вот это это подкупать потому что например у того же тайна да у него все равно какой-то потолок присутствует время потом идет искажение искажение да идет звука интонации а этот инструмент держит поэтому вот он не понравился мне в этом в этом плане тоже очень нравится трое я первый раз я попробовал в японии какой магазин есть них там дольче в токио вот мы там были на гастролях вот мы с ильей бигурашвили по-моему серёжа ежакова но с группой со своей мы пришли туда и там вот стояли два тромбона до трое там пусть еще незнакомая а я уже как бы слышала от олега гриценко о них он где-то на выставке побывал по франкфурте что очень хороший инструмент и вот мы тогда их попробовали первый раз и я был просто в восторге такое ощущение что ты вот мы знаешь мерседес в руках держишь там какой-то не знаю эксклюзивный действительно замечательный инструмент трое и потом у меня студент один из консерватории летал специально к нему на фирму андрей гаряев и заказал себе трое инструмент тоже вот и он до сих пор на нем играет доволен и не собирается менять ни на что когда слушая который с большим раструбом да у него тройка раструб как ныне вдох широкий они первая трое которую попробовал и начал думать надо же это к это кайфовый инструмент у него такой большой раструб но у него такой легкий верх при этом и сам лопух то небольшой сам был лопух небольшой там большая мензура у раструба то есть он сурдины использует вас для бастромбона там он такая тройка а мы допустим жераром брали 2 а мы двойку брали 2 2 2 поменьше но двойка она какая-то ближе кону по по звуку была то есть а тройка прям совсем такой этот ну тоже очень интересный гудок интересно слушай а подскажи пожалуйста вот у вас вот это значит филармонии такая постановка этого спонсоры платят или это оркестр так поставил задачу что каждый там пять лет мы меняем инструменты там людям чтобы они там спонсорская поддержка по большей степени на это идет или область платье даже не знаю какая-то поддержка но и я не уверен что каждые пять лет по необходимости скажем так вот трубачам сейчас нужны были инструменты им заказали там немецкие до трубы когда последний раз крома тоже заказа тоже просто и мы были на гастролях и вот значит дирижер сказал что он говорит я хочу чтобы были немецкие трубы в оркестре нравится вдруг она стала нравится как они звучат и вот мы были на гастролях и начали там они пробовать там и шагерлы там пробовали что-то еще какие-то инструменты а потом у нас так оказалось что мы в бремени жили пять дней и с одним концертом ну вот такая удача просто я говорю от паша коваленко это наш первый трубач и говорит это я позвоню хансу съездите попробуйте инструменты игру судя по тромбонам все хорошо и вот паша приехал попробовал по все это значит испробовал потом мы с ним уехали поужинали на следующий день говорит поехали еще раз мы еще раз поехали и вот тогда вот уже они там счетом с ним трубачом определились и сценами избейными и даже две пиковки паша заказался очень ему понравились инструменты и вот сейчас в мае ждем ждем когда он по контракту должен уже к мою закончить прислать но он такой парень от эти частники это конечно вообще просто вот что трое мы приходили к лечу кстати говоря вот илья бакурашвили который с тобой работают вот тоже вот этот человек за свои деньги поехал выбрал инструмент у леча я пробовал прекрасный инструмент уже много лет в отличном состоянии и это кстати один из инструментов которые тоже рассматривал который хотел себе купить и вот этот лечь очень хороший очень хороший инструмент да инструмент потрясающий мне очень понравился но он если вам такая легкость которая вот я вот почувствовал что как вот типа эдвардс ну не то что эдвардс но какая-то вот направление вот сторону я так думаю ладно попробую еще и вот все-таки остановился на шарсе но пролеча вот такой отличный старичок вышел женой они там у них какой-то праздник налили нам какую-то свою настойки попробовал я там были попробовали какие-то старые инструменты кружки это вот как раз вот эти тромбоны которые а ты знаешь андрей что например извини перебью сейчас на секунду а ты знаешь что тайн и кромат они ученики леча а лечи сказал я хотел это рассказать что лечь и сказал что вот мак макс тайном игре мы только что от тайна он говорит а это мой ученик но макс тайна он скажем так все технологии улечь это под это но он коммерсант он конечно раскручивается значительно быстрее леча но улечить сильности очень интересные инструменты и вот я там попробовал очень интересный инструмент туда старой кружки с большим раструбом с маленькой кулисы и вот это как вот эти называется ренессансный тромбон или какой-то и вот там вот это болеро на нем сыграть вот вообще просто носом реально вот для видимо для таких инструментов и писали что вот него себе моль как фа вообще не я такого никогда и причем это объемный звук не то что там вот как вот у нас эти шприцы вот с такими раструбами там там нормальный тромбон звучит он нам вынесу вот такой вот у меня вот есть такой раритет уже больше не выпускает вот и у меня было однажды кстати говоря я купил на каком-то старом магазине где вот эти всякие буш на купил кружки тоже тромбон там была совершенно убитая кулиса ее даже нельзя было крутить но по раструбу я начал на нем просто играть я понял что раструб офигенный просто клевый я принес его тайну вот с чего у меня началось такое отношение скажем к тайну и говорю макс смотри какой гудок это же ну какой-то раритет послушай вот по первой позиции он очень клевый ровный я не могу ничего сделать кулисы можешь мне его отпаять и сделать мне съемный на мой тайм а он мне так мозг короче запудрил что сказал да это все блины верни его а я купил там что-то за 300 евро там ну как бы за какую-то фигню этот он он побоялся что если он этот раз труб сделать поставит то я услышу что все услышат что кружки инструменты были значительно круче хотя он сам делает крупным кружка металл да то есть такая легче интересная такая деталька деталька такая пролет интересная вот ульи инструмент да вот существует много разных кнопок да вот этих интелли и вот у него стоит вентиль он open floor но он карбоновый и в чем в чем интерес его не надо смазывать то есть вот сколько лет он у илюхи он его ни разу не смазал по моему один раз просто помыл вот это и и даже его когда он нам этот заказывал его сам лечь он его предупредить предупреждал мазать или надо горит мазать вот карбоновый вентиль стоит прикольно я в общем то я больше ни у кого таких не встречал если честно может быть кто-то еще делать я мне не встречался не попадался да слушай ир вот у нас тут сейчас первая часть нашего интервью подходит концу давай попрощаемся с ребятами потому что вот у нас максимум полчаса иначе люди смотреть смотрят трудом делать жалуются ребята что 45-40 минут это многовато поэтому ребят до новых встреч скоро выйдет вторая часть пока всем до свидания я думаю что мы про тромбоны еще поговорим потому что надо рассказать на чем обзор сделать так скажем для среднего звена профессионалов мы как раз про это и поговорим всем привет